Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема – изгнание торгующих из храма по Евангелию от Иоанна. Эти события описаны во второй половине второй главы Четвертого Евангелия. Тринадцатый стих. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. Пришел в Иерусалим, потому что на Пасху в Иерусалим приходили паломники не только из разных мест Палестины, но даже из тех регионов России, где жили евреи. И поэтому, конечно же, деятельность Господа Иисуса Христа была особенно заметна при скоплении верующих людей, когда они слушали его слова, или, как в ситуации, описанной во второй главе Евангелия от Иоанна, видели его конкретные действия. Приходит Господь в Иерусалим. Четырнадцатый стих. «И нашел, что в храме продавали валов, овец и голубей, и сидели миновщики денег». Тот, кто внимательно читал Священное Писание Ветхого Завета, может задать вопрос. Как же это в храме сидели продавцы валов, овец, голубей и даже миновщики? Ведь храм был устроен точно так же, как устроена была до этого Скиния. Но мы с вами знаем, что ни в Скинию, ни в храм верующие не заходили в основной сектор храма, заходили только священнослужители. И вот это основное помещение называлось святилище. Ну а, соответственно, в самую важную часть святая святых, в ту эпоху, эпоху Христа Спасителя, только раз в год на праздник Йом-Кипур заходил первосвященник. Получается, что мы с вами должны обратиться к греческому тексту, чтобы понять смысл этого рассказа. И в греческом тексте стоит термин «иерон». Иерон – термин, который указывает на весь комплекс строений храма, в то время как сам по себе храм назывался греческим термином «наос». Причем этим термином «наос», «храм» называется не только в Новом Завете, но и в древнегреческой литературе. И так получается, что, конечно же, не в самом храме, не на оси, а на территории храма, на территории храмового комплекса располагались вспомогательные строения, в которых в том числе продавали валов, овец, голубей и меняли деньги. Стоит вопрос, а почему продавали? Ведь в соответствии с законом Моисеевым люди, вообще говоря, должны были из своих собственных стад выделять жертвенных животных. А даже если кто-то не имеет возможности, не имеет стада, ну, мог бы купить где-то в другом месте, не на храмовой же горе, а не в этом храмовом комплексе заниматься торговлей. Причина была в следующем. К моменту пришествия в мир Христа Спасителя храм Иерусалимский был не только центром еврейской святости и местом, где имел место культ еврейский, но храм стал также и банковским институтом, он в себе аккумулировал средства, плюс храмовое духовенство стремилось еще извлекать и личную прибыль от своей деятельности. По этой причине было запрещено приводить с собою собственных жертвенных животных. Животных, которые приносили жертву, можно было купить только наверху, там, где был комплекс храмовой горы. Но и обычные деньги нельзя было для этого использовать, потому что, мы с вами помним, на обычных, наиболее ходовых монетах, как римских, так и греческих, изображались лица императоров или царей. Но недопустимо было поднимать туда наверх, на храмовую гору, изображение людей, поэтому внизу, около храмовой горы, на улице, которая сегодня в археологии получила название Иродианская улица, потому что при Ироде Великом, когда обновляли храмовый комплекс, обновили и эту улицу, на этой улице располагались лавочки. И вот в этих лавочках можно было либо поменять греческие и римские деньги на специальный жетон, и на этом жетоне было написано «корван», то есть жертвоприношение или приношение, пожертвование Богу, либо на такие деньги, где не было изображения людей. С этим жетоном или с такими деньгами верующие поднимались наверх, туда, где были вспомогательные помещения, комплекса храма, храмовой горы, и там уже, в этих вспомогательных помещениях, отдавая жетончик или отдавая эти деньги, получали жертвенных животных. Но при этом цены носили спекулятивный характер, что, конечно же, вызывало недовольство простых верующих, но давало дополнительный доход и прибыль храмовому духовенству. По этой причине, когда Господь находит, что в храме, в храмовом комплексе продают валов, овец и голубей, и сидят вот эти вот миновщики, которые меняют деньги на другие деньги, деньги на жетоны, и все это носит несправедливый характер. 14 стих. «Сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и валов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул». Опять здесь, в 15 стихе, храм – это именно Иерон, это храмовый комплекс. Господь Иисус Христос вот из этих же подсобных помещений и изгоняет торгующих. Причем, смотрите, что происходит. Делает бич из веревок, выгоняет всех из храма, также выгоняет оттуда овец и валов, а деньги у меня рассыпает, опрокинув их столы. С точки зрения законопорядка, это, конечно, проступок, это действие, которое идет вразрез с тогдашними предписаниями, внутренними предписаниями, распорядком храма, предписаниями храмового духовенства. Но Господь Иисус Христос так действует, потому что предписания храмового духовенства противоречат закону Моисееву. И по этой причине храмовая стража, люди, которые там находятся, не только не останавливают Господа Иисуса, но и дают возможность Ему высказать свою позицию. 16 стих. «И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда и дома отца моего не делайте домом торговли». 17 стих. «При этом ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня». Вспоминают переживания ветхозаветных авторов и констатируют, что, по сути дела, Господь действует в духе священного писания Ветхого Завета. 18 стих. На это иудеи сказали «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» С одной стороны, люди, которые были недовольны действием Господа Иисуса Христа, они понимали, что он поступает правильно с точки зрения ветхозаветного закона. Но они же понимали, что никто ему такой санкции не давал и поэтому спрашивают «Кто тебе дал полномочия? Какой знак ты нам покажешь для того, чтобы удостоверить нас, что ты имеешь подобную власть?» 19 стих. Иисус сказал им в ответ «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Чтобы понять слова Господа, надо прочитать следующие два стиха. 20-й. На это сказали иудеи. «Этот храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его». 21 стих. «А он говорил о храме тела своего». 22-й. «Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию слову, которое сказал Иисус». Когда мы только читаем диалог Господа Иисуса Христа с оппонентами, то, конечно, слова Христа в отрыве от конкретной ситуации, от контекста, звучат угрожающе. «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Но наши церковные толкователи говорили, раз ученики поняли, а поняли ученики, значит поняли и стоявшие рядом другие иудеи. Раз они поняли, что он говорит о храме тела своего, значит как-то Господь до них эту мысль донес. И высказывали такое предположение. Возможно, он, говоря «разрушьте храм этот», показывал рукой на самого себя, на храм своего тела. И в таком контексте, конечно, и ответ иудеев, которые пытаются реинтерпретировать слова Иисуса и говорят «ну нет, нет, ты не про себя, не про свое тело говоришь, ты, конечно, хочешь сказать про этот храм, который 46 лет строили, мы сами знаем, что было и строительство храма второго, а потом при Ироде Великом была еще многолетняя реконструкция, в результате которой храм приобрел величайшее благолепие. Видимо, посчитаны годы и строительства, и реконструкции. И ты говоришь, что ты в три дня воздвигнешь его. Но он говорил о храме своего тела. Есть очень важный аспект, момент, нюанс, который связан с греческим текстом. Мы с вами знаем, что, уже сказали, все происходило на храмовой горе в храмовом комплексе, который называется Иерон. Но когда Господь говорит, разрушьте храм этот, и иудеи говорят про храм, везде употребляется термин наос, то есть святилище, само здание культовое храма. Поэтому, как в ветхозаветном храме пребывал и себя преимущественно проявлял Бог, так и говоря о своем теле, как о храме, Господь Иисус Христос опять воздвигает мысль иудеев о себе от представления о том, что он простой человек, представления о том, что он Бог, потому что раз в этом храме, в этом святилище моего тела обитает божество, я и есть этот Бог. Соответственно, когда Господь воскрес и восставил свое тело, восстановил его, то ученики вспомнили данную ситуацию и это, обратите внимание, умножило их веру, веру в священное писание, ну и соответственно, в слово Господа Иисуса. С этим повествованием Евангелия от Иоанна связан еще один интересный экзогетический аспект. В четвертом Евангелии говорится о том, что Господь изгоняет торгующих из храма в самом начале своего общественного служения. То есть, по сути дела, это некая заявка на будущее. Дом Отца моего не делайте домом торговли. Он обозначает Бога как своего Отца в прямом смысле. Но в синаптических Евангелиях говорится о том, что Господь Иисус Христос изгоняет торгующих из храма уже в конце своего общественного служения. Стоит вопрос, было ли два изгнания торгующих из храма, или, может быть, кто-то из евангелистов просто берет и переставляет конкретное историческое событие в другое место священной истории Нового Завета. Скептически настроенные толкователи придерживаются именно второй версии, что было только одно событие изгнания торгующих из храма, и они считают, что именно евангелист Иоанн переставляет, подтасовывает исторические факты. Как же они объясняют? Ну, они объясняют это тем, что, конечно, два раза храмовая стража не допустила бы такого безобразия в храме. На мой взгляд, весьма слабый аргумент, потому что и одного раза в таком случае храмовая стража не допустила бы. Но если Господь Иисус Христос воплотившийся Бог, который действовал как власть имеющий по утверждению синоптических евангелистов, евангелистов-синоптиков, то, конечно же, в таком случае он мог и один, и два, если была бы необходимость и большее количество раз изгонять торгующих из храма. Ну, а кроме того, аргумент в пользу нашего традиционного церковного понимания, которое выражено святителем Иоанном Златоустом, нашими дореволюционными русскими экзегетами, и которое гласит, что было два изгнания торгующих из храма в самом начале общественного служения и в завершении общественной деятельности Господа Иисуса Христа, основывается на том, что повествования об этих изгнаниях также несколько различны. Если в Евангелии от Иоанна, когда происходит первое изгнание, Господь Иисус Христос еще весьма сдержан в своих словах, то изгнание, описанное синоптиками, отличается тем, что Господь уже более резок и категоричен. Поэтому, конечно, с православной точки зрения, если мы доверяем историчности священного Писания, если мы признаем его богодухновенность, желательно говорить о том, что было два изгнания, одно из которых и описано в Евангелии от Иоанна. 23 стих. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его». А на самом деле в греческом тексте стоит не слово «чудо», а слово «знамение», «знак», «симеон». И это очень важно, потому что, например, изгнание торгующих из храма в определенном смысле, конечно, было чудом, потому что Господа Иисуса не остановила храмовая стража, они видели в нем авторитетного человека. Но, конечно, для большинства окружающих это был именно знак, то есть Христос показывал, что храмовое духовенство, официальное духовенство не так предлагает веровать, как это требует и предлагает закон Моисеев. Поэтому речь идет именно о знаках, о знамениях. И вот видя разные знамения, как сверхъестественные, так и просто необычные, которые творит Иисус, многие Иудеи уверовали в Него. 24 стих. Но Сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех. 25 стих. И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке. Господь Иисус Христос относится очень осторожно к тому, что Иудеи начинают в Него веровать, поскольку знает их непостоянство. Здесь очень важный термин знать, глагол греческий используется геноско, который предполагает познание путем общения, познание на опыте. И, конечно же, поскольку этот глагол используется, то евангелист Иоанн хочет нам сказать, Иисус Христос знал окружающих Его людей именно как воплотившийся Бог, как Бог знает свое творение, знает, что они непостоянны, и поэтому Сам себя им не вверял. Он не пытался угодить толпе. Помните, евангелист Матфей постоянно, когда говорит о следовавших за Господом Иисусом Христом людях употребляет греческий термин охлос или даже во множественном числе охли толпа или толпы. Толпа неорганизованная, не имеющая идейного единства, устремлений и так далее. И поэтому, конечно же, Иоанн Богослов хочет сказать, хотя начинали уже иудеи веровать в Него, в Иисуса, Он себя им не вверяет, не становится частью этой толпы, не идет у них на поводу, но предлагает им все новые и новые знаки, все новые и новые откровения о том, что Он есть истинный воплотившийся Сын Божий. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok